В эфире новости губернии в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. Сначала куртка о главных темах выпуска. Первый визит на АвтоВАЗ в новом статусе, о чем говорили Дмитрий Азаров и Николя Мор и какой автомобиль присматривает для себя глава региона. Площадь Куйбышева после реконструкции обещают открыть на два месяца раньше срока, а вот с новым фонтаном у Ладьи дело не заладилось. Подрядчиков поторопят с ремонтом исторического центра, как справляются и что сейчас скрыто за строительными лесами. Наши корреспонденты увидели. Пользуются красками, но пишут чувствами. В Самаре открылась выставка картин художников с психическими расстройствами. Кто из пациентов излечился благодаря творчеству и как здоровому человеку не потерять себя в рабочей рутине. Начинаем с, пожалуй, самой обсуждаемой новости. FIFA развеяла слухи о том, что Самару могут лишить права проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом стало известно на семинаре городов-организаторов, который состоялся в Казани. Директор Департамента Международной Федерации Футбола по проведению чемпионатов Крис Унгер выразил уверенность, что стадион будет построен вовремя. На объекте есть отставание по отдельным видам работ, а не в целом постройки. Эксперт также отметил, что если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у него будут проблемы. И нет никаких оснований полагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы. Это практически дословная цитата. Напомню, на стадионе Самара-Арена в следующем году пройдет шесть матчей, игры группового этапа, в том числе с участием сборной России, а также одна восьмая и четвертьфинал. Сейчас на объекте продолжается покраска металлоконструкций купола. Устройство кровли. Начались работы на футбольном поле. Идет подготовка дренажной системы. Завершить возведение стадиона должны до конца этого года. Первый визит на автоваз в новом статусе. Глава региона Дмитрий Азаров сегодня посетил Тольяттинский завод, который в настоящее время проходит этап масштабной модернизации. Какие модели оценил руководитель области? Сколько отечественных авто продано с начала года? И на какую поддержку может рассчитывать автогигант? С последними новостями из Тольятти. К цеху сборки на платформе B0 Дмитрий Азаров подъезжает на новинки автоваза универсале Lada Vesta SV Cross. Машина запущена в серийное производство 11 сентября, но уже пользуется неплохим спросом. Сегодня серия Vesta на втором месте по популярности среди отечественных авто после гранты. За 9 месяцев продано свыше 54 тысяч экземпляров. Это на 46% больше, чем в прошлом году. В целом же продажи бренда Lada выросли почти на 24%. Реализовано порядка 220 тысяч авто. Дмитрий Азаров рассказал президенту автозавода Николя Мору о своих первых машинах. Глава региона оттачивал навыки вождения на «Жигулях» второй модели, а позже на «Вазовской девятке». Руководитель области не исключает, что в скором времени сядет за руль и одной из новых моделей. Мне бы чем попроще. Посетил глава региона и цех сборки двигателей для автомобилей «Лада» и «Рено-Ниссан». Познакомился с последними разработками, пообщался с сотрудниками предприятия. У вас смена впереди, я так понимаю. У нас есть. Все, набирайте сил, потому что впереди ударный трот. Все, спасибо вам. В биографии Дмитрия Азарова уже был период тесного сотрудничества с автогигантом. Будучи министром природопользования, он курировал программу утилизации автомобилей «Ваз». Одной из приоритетных задач власти глава региона сегодня считает поддержку заводчан. Он подчеркнул, что «АвтоВАЗ» должен стать главным драйвером развития всего Тольятти. Та беспрецедентная поддержка, которую получил и трудовой коллектив, и производственное предприятие в предыдущие годы, благодаря личному участию президента страны Владимира Владимировича Путина, она позволяет сегодня говорить о планах на будущее. Предприятие сохранено, работает профессиональная команда управленцев. Сегодня видно, какая атмосфера есть в трудовом коллективе. Люди нацелены на результат, люди с уверенностью смотрят будущее. И те показатели производственные, которые предприятие имеет в этом году, а мы очень рассчитываем, что вот этот рост продаж будет устойчивым в последующие годы, конечно, дает не только надежду, дает уверенность всему трудовому коллективу. Мы приложим все усилия для того, чтобы создать условия успешного развития предприятия. Николай Амор, в свою очередь, подтвердил, что «Автогигант» выходит из кризиса во многом благодаря господдержке. В частности, в августе было подписано постановление правительства о выделении предприятию 440 миллионов рублей из резервного федерального фонда. В ближайшие годы мы будем инвестировать в новое развитие. Господин Азаров спрашивал про экспорт. Да, будем инвестировать в производство как для российского рынка, так и для иностранного. И нам еще надо обсудить с властями региона и с администрацией Тольятти вопрос обучения молодых инженеров. Нам нужны квалифицированные специалисты. Вопросы сотрудничества более детально обсудили на совещании. Георгий Федоров, Сергей Павлов. Новости губернии Тольятти. Новые кадровые назначения сегодня глава региона Дмитрий Азаров назначил временно исполняющим обязанности вице-губернатора полномочного представителя Самарской области в Москве Андрея Когтева. До нулевых он работал на руководящих должностях в Волгоинкомбанке, Волгокамском коммерческом банке и Газбанке. Затем занимал пост главного федерального инспектора по Самарской области. С 2006 по 2015 работал в структурах Росатома и Министерства спорта России. И к другим темам. Реконструкция Струковского сада отстает от графика на две недели, зато площадь Куйбышева сдадут на два месяца раньше срока. Сегодня инспекционная комиссия городской администрации проверила ход работ. В целом, увиденное оценили на троечку. На каком этапе сейчас ремонт знаковых для областного центра объектов, что происходит на четвертой очереди набережной и будет ли там фонтан, как планировали. Владислав Жирнов обо всем по порядку. Более 80% от общего объема запланированных работ успели к октябрю выполнить строители на центральной площади губернской столицы. Полностью закончено асфальтирование площади, благоустройство трех скверов, смонтировано освещение и около 70% флагштоков. На 60% от общего объема выполнена установка ограждений. Прогуляться по обновленной площади, ремонт которой стартовал в июне, самарцы смогут после 1 ноября, уверяет подрядчик. То есть на два месяца раньше установленного срока. Нужно закончить вот за нами сквер, там плеточное покрытие, домонтировать флагштоки. Гор Зеленхоз, в принципе, заканчивает свои все дела. Да в принципе уже все, в стадии все завершения. То есть остались хвостики. Туалет заканчивают делать, автополив тоже в стадии завершения. Еще один знаковый для областного центра строительный объект – Струковский сад. Здесь подрядчик не смог аккуратно уложиться в сроки и отстает от графика не менее чем на две недели. Впрочем, озеленение парка выполнено сейчас более чем на 70%, а наружное освещение – на 80%. Подведены все внутренние коммуникации. Строители замостили плиткой все сложные участки паркового ландшафта и приступили к работам в главной аллее. Полным ходом идет высадка новых деревьев. Подрядчику нужно по основным видам работы уложиться в срок до 31 октября. Будут какие-то сложности, там по установке может быть лавочек, урон, то есть такие небольшие работы, к которым мы будем стараться уложиться, но я боюсь, что большая задержка будет по этим позициям. Я думаю, на общую картину парка это уже не повлияет. На четвертой очереди набережной, где также побывали ревизоры, почти завершен ремонт одного из главных символов Самары – ладьи. На 90% выполнены лестничные спуски и амфитеатр. Завершаются работы по прокладке инженерных сетей. Единственное, что несколько портит бодрые рапорты подрядчика – это новый фонтан. Его подрядчики рискуют не успеть закончить до конца этого года. Здесь, я думаю, будет небольшая задержка по фонтану. Она связана с тем, что паводок очень долгое время был высокий в этом году, и работы ниже уровня «Волги» проводить было невозможно. Поэтому идет задержка незначительная. В городской администрации намерены выезжать с инспекцией по всем строительным объектам, связанным с подготовкой к Чемпионату мира по футболу, каждую неделю, чтобы, как говорится, подрядчики не расслаблялись. Кстати говоря, все строительные работы на перечисленных объектах ведутся в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Владислав Жирнов, Вячеслав Потоский, Новости губерния. У жителей Самары обнаружили больше тысячи левых сим-карт. Парня сдержали сотрудники регионального управления ФСБ, когда он пытался продать всю партию оптом без заключения договора. Давайте продемонстрируем, что в коробках. Как мы видим, здесь большой объем сим-карт. В отношении задержанного составлен административный протокол. Административное наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей наложено на одну из частных фирм, которая продавала самарцам карты с заранее внесенными данными. Такие правонарушения, напоминают в ведомстве, представляют собой серьезную социальную опасность, так как симки криминального происхождения часто попадают в руки заключенных, наркодилеров, членов террористических групп, в том числе запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Как отмечают в региональном управлении ФСБ, неконтролируемое распространение карт мобильной связи приобрело массовый характер. Так за месяц изъяли свыше 2000 сим-карт, зарегистрированных на подставные организации или несуществующих лиц. Игра вне закона. В Самаре полицейские обнаружили подпольное казино. Оно находилось в одном из помещений в Октябрьском районе. Попасть внутрь удалось при силовой поддержке спецподразделения СОБР. Полицейские изъяли 32 игровых автомата и 117 тысяч рублей. По данным сотрудников органов внутренних дел, нелегальный бизнес организовал 39-летний самарец. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области было возбуждено уголовное дело. По статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», по которой предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается. А теперь коротко о других новостях в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». На четвертом километре трассы Тольятти Ягодная лоб в лоб столкнулись «Хюндай», «Солярис» и «Вазовская четверка». После удара отечественный автомобиль отбросило на обочину. Водитель от полученных травм погиб на месте до прибытия медиков. По предварительной версии, корейскую иномарку с маркировкой службы такси вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водитель госпитализирован с переломом грудной клетки. Обе машины восстановлению не подлежат. По данному ДТП проводится проверка. Глава фермерского хозяйства из Челновершинского района предстанет перед судом. Женщину обвиняют в мошенничестве, по версии следствия. Она обманным путцом получила грант на развитие сельского хозяйства в размере почти 8 миллионов рублей. Фермер предоставил эффективную выписку о наличии на ее счету необходимой суммы денег, которая требовалась для участия в программе. Полученную государственную субсидию женщина потратила совсем не на сельскохозяйственные нужды. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. В Самаре заработала горячая линия по вопросам отопления. Обращения принимают в Департаменте городского хозяйства и экологии. Также получить информацию и пожаловаться на холодные батареи можно в администрации районов. По данным мэрии Самары, к отоплению подключено 99% жилых домов. Полностью обеспечены теплом учреждения с круглосуточным пребыванием людей, детские сады, а также учреждения опеки и попечительства. И продолжаем. Зебра на проезжей части не гарантирует полной безопасности. Напомните об этом, а также о правилах дорожного движения. На улицы города вышли сотрудники ГИБДД. В Октябрьском районе стражи порядка провели профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». О том, что необходимо знать для надежности на дорогах, в сюжете Владимира Маркина. Правила поведения на дороге знают все. Вот только выполняет их далеко не каждый. Чтобы напомнить гражданам о мерах предосторожности, сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Для стражи порядка это не просто разовая акция, а профессиональный долг. В последнее время происходит все больше дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, в результате которых автомобилист допускает наезд на пешеходов. Это связано с погодными условиями в настоящее время, ну и я думаю, что с невнимательностью водителей, которые не снижая скорость проезжают пешеходные переходы. В этом году в Самаре зафиксировано 338 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Причем половина наездов совершена именно в зоне действия знака «Пешеходный переход». Чтобы обезопасить себя, особенно в темное время суток, необходимо использовать дополнительный свето-возвращающий элемент. Это яркая полоска, которую наклеивают на рукав одежды, чтобы водителю было проще рассмотреть пешехода и вовремя снизить скорость. К подобной практике сотрудники привлекают жителей города. Особое внимание уделяют участникам дорожного движения с детьми, ведь наряду со взрослыми правила запоминают и малыши. Вот, видишь, как красиво у нас получается. Смотри, какой ты красивый. Да, здорово. Люди очень активно воспринимают информацию, рекомендации, особенно родители, имеющие маленьких несовершеннолетних детей, потому что забота основная родителей – это все-таки сберечь жизнь и здоровье своего ребенка. Такие мероприятия госавтоинспекция планирует проводить регулярно и прививать людям культуру поведения на дорогах, чтобы общие правила безопасности для автомобилистов и пешеходов выполнялись не по строгой указке инспектора, а по уму. Владимир Маркин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Я художник, я так вижу. Пациенты Самарской психиатрической больницы поделились своим взглядом на мир через картины, которые они рисуют на арт-терапевтических занятиях. Необычная выставка, где большинство авторов – душевнобольные – открылась в одной из галерей города и приурочена ко Всемирному дню психического здоровья. Кто излечился благодаря творчеству и как здоровому человеку не потерять себя в рабочей рутине? Ответы искала Анна Ивахина. Владимир Маяковский, Всеволод Мирхольд, Винсент Ван Гог, в конце концов. Как ни крути, но все великие творцы страдали от депрессии. Парадокс заключается в том, что современным жителям мегаполиса врачи как раз-таки рекомендуют избавляться от этого недуга именно посредством творчества. На душе тоска – рисуйте. Арт-терапия – один из самых эффективных способов реабилитации не только при синдроме менеджера или обычной осенней хандре. Ее применяют в лечении более сложных симптомов. В Самарской психиатрической больнице несколько лет собирают рисунки пациентов. Уже накопилось на целую выставку. Имена авторов не раскрывают, как и их болезни. Врачи говорят, по картинам поставить диагноз невозможно. Да и цель здесь другая – помочь человеку выразить то, о чем сложно сказать словами. Они несут тематический характер, где задается тема, и пациент на эту тему все, что он захочет, может изобразить. Потом мы все вместе обсуждаем работу, и эта работа является мостом между психологом и пациентом. Творчество помогает наладить контакт не только с медиками, но и с окружающим миром, когда история болезни заканчивается, и начинаются истории дружбы и даже любви. Так, благодаря театральной студии, изменилась судьба одного пациента. И он был невыписываемый, потому что от него отказались родные, Володя. Но так случилось, вот говорим, чудо, потому что его увидели, увидела медсестра, которая сделала ему предложение, и он женился у нас, и уже третий год он живет. От душевной боли лечат и движением. В день открытия выставки любой желающий смог принять участие в мастер-классе по танцотерапии. Организаторы надеются, что подобные акции помогут окружающим понять и принять людей с проблемами психического здоровья. А еще обратить внимание на собственное моральное состояние. В этом году медики подняли тему сохранности психики на работе. В областном Минздраве знают, как создать для сотрудника благоприятную атмосферу. Подбодрить его где-то, где-то шуткой, где-то улыбкой, где-то комплиментом, где-то, в общем-то, именно такими человеческими направлениями простимулировать в хорошем смысле работу всего, всех сотрудников. Открытие выставки завершилось показом фильма, посвященного арт-терапевтическим техникам и их применении в психиатрии. Анна Ивахина, Сергей Костин, Новости губернии. Какие травмы подстерегают профессионального футболиста? Чем запомнился форварду Крыльев Советов Сергею Корнеленко английский период его карьеры? И сколько голов он забил за самарскую команду? Об этом футболист рассказал воспитанникам школы-интерната преодоления. О чем еще спрашивали дети и кого пригласили на следующий спортивный урок? Узнал Антон Вашурин. Был мальчишкой, пошел на футбол, отец меня отвел. И так вот ступенькой за ступенькой все получалось. Как известно, краткость сестра таланта. Именно с краткого рассказа о себе началась встреча талантливого нападающего Крыльев Советов Сергея Корнеленко с детьми из школы-интерната. Футболист провел в Самарском клубе уже 6 лет. И по его словам, это самое счастливое время в его жизни. Хочется свои эмоции, какой-то свой позитив им передать и все сделать для того, чтобы они были счастливые, здоровенькие и просто почаще улыбались. Никакого вообще труда и каких-то усилий для этого я не прилагаю. Все от сердца, все от души. К встрече школьники подготовились и задали Сергею несколько вопросов. Например, о том, каких травм в футболе больше. Форвард рассказал, что в зоне риска связки сухожилия и мышцы, но и отметил, можно повредить любую часть тела. Поведал нападающий и о периоде своей карьеры в Англии, где самой большой сложностью для него было левостороннее автомобильное движение. Самое важное для бомбардира – голы, которых закрыли советов, Корнеленко забил уже 42. В планах на будущее – выход с команды в премьер-лигу и еще больше победных голов. Для детей всегда трепетно, когда приезжают гости, когда приезжают гости с именем. Они же это понимают. Ребенка ведь обмануть нельзя. Он чувствует фальш всегда. И когда приезжают настоящие мужчины, настоящие спортсмены, настоящие мастера своего дела, они это чувствуют. Встречи с известными спортсменами в школе-интернате происходят часто. Постоянным гостем является призер чемпионата России по самбо Рамистеригулу. А в дальнейшем сюда хотят впервые пригласить игроков баскетбольного клуба «Самара». Антон Вашурин, Александр Каракулько. Новости губернии. В полку прибыло. Самарские кинологи получили из Европы двух элитных щенков. Трехмесячные – Дороти и Доминикана. Сестры – порода немецкая овчарка. У них уже прошел карантинный период. Все прививки сделаны. Подсвет телекамеры, вспышки фотоаппаратов. Их принимают в ряды полиции. Однако на новом месте щенки переживают, как дети, и просятся на руки. Сейчас новобранцы проходят адаптацию и готовятся к суровым будням стражей порядка. Планируется, что они будут искать взрывчатку, конвоировать и задерживать преступников. Хорошие гены в этом помогут. Ведь мамы из Чехии и отец из Германии. В ближайшее время Дороти и Доминикану начнут обучать всем премудростям собачьей службы. Это немецкая овчарка. И настоящая такая породистая элитные документы. Есть клеймения, есть записи в различных реестрах, которые положат записывать собакам. Мы считаем, что они умные, хорошие, крепкие, выносливые. И будет нормально работать и по следу, как я понимаю. И, собственно говоря, на взрывчатые вещества, на все. Потому что в собаке, наверное, как у человека немаловажны мозги. А мозги здесь есть. Более 100 ролей и 45 сезонов на службе у Мельпомены. Актриса Тольяттинского театра «Кукол Пилигрим», заслуженная артистка России, Надежда Никулина, отмечает юбилей. Конечно же, по-театральному, на сцене. Творческий вечер прошел в Самарском доме актера. К поздравлениям присоединилась и съемочная группа телерадиокомпании «Губерния». Финальный прогон в гримёрке перед встречей со зрителем. Через несколько минут Надежда Никулина выйдет на малую сцену Самарского дома актера. В образе Аграфена в постановке «Ваня Датский». Но это не просто спектакль. Творческий вечер в честь двойного юбилея. Артистке Тольяттинского театра «Кукол Пилигрим» 65. И в этом году она открыла свой 45-й сезон. Но сколько балет не прошло, каждый раз Надежда Владимировна испытывает волнение, помноженное на два – за себя и за своего героя. А с предметом, когда работаешь, это всегда идёт. Второе – ты пропускаешь через себя, а потом через «Кукол». И это обязательно волнительно вот в этом отношении. Я считаю, что это… Чтобы, знаете, действительно душу туда влить, чтобы она зажила, чтобы дети, детей ведь обмануть – это проще. Чуть-чуть и всё. Дети уже не верят. В зрительном зале друзья и коллеги из Театра «Кукол Лукоморье», Самарского кукольного и Драматического театров, члены Союза театральных деятелей региона. Она актриса хорошая. Она не зря заслуженная артистка России. Она была у нас неоднократно членом жюри Самарского губернского конкурса «Самарская театральная муза». То есть смотрела и судила работы коллег и участвовала в присуждении этих премий. Впервые я увидел её на заседании правления, где она очень и очень заинтересованно говорила о своём театре. Потом я увидел её на сцене в прекрасном спектакле, который вы сегодня увидите. Они как будто бы плетут кружева. Три женщины, три артистки, и она среди них ведущая. Это просто чудо. А то рано утром, да поздно вечером, да тебя одну и слыхать. Будто ты, вон, колокол соборный. По вариантах выспимся. Я тружусь. Среди часы я воспитываю. Она стояла у истоков Тольяттинского театра «Кукол пилигрим». За годы работы сыграла более ста разноплановых ролей. В 2014-м вместе с коллегами по спектаклю Ване Дацке Надежда Владимировна была удостойна диплома за лучший актёрский ансамбль. А годом позже стала лауреатом межрегионального фестиваля «Волготеатральная» в номинации «Лучшая женская роль в кукольном театре» за роль Аграфены в той же постановке. Сегодня Надежда Никулина не только одна из ведущих актрис, но и наставник начинающих кукловодов. Анна Ивахина, Сергей Костин. Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте губернии.тв.ру. А у меня пока на этом всё. Увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин